Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречалась с парнем 7 лет, вчера бросила его, потому что не могу больше терпеть его отношения ко мне. Ну что же, это очень, конечно, тяжелый и, я полагаю, травмирующий опыт для вас, то что выбросили его после 7 лет. Как бы там ни было, эта психологическая травма, которую нужно прожить, боль, обида, злость, чувства, необходимо выразить столько, сколько нужно и прожить. Вы говорите, что встречались с парнем 7 лет, это не маленький срок, что общего между вами было, на чем вы выстраивали свои отношения, какой был их фундамент. Он не хочет брать ответственность за меня, за свои слова, поступки, ему проще сказать, геновато я, я должна меняться, а не он. Ну, а почему вы думаете, что он должен брать ответственность за вас? За свои слова и поступки, да. Но за, почему за вас? С точки зрения гештар-психологии, указывает человеку, есть своя ответственность за себя. И в этом смысле, не является ли нарушением личных границ то, что он, например, брал бы ответственность за вас? Кроме того, когда он говорит, например, такие слова, как, вот, ты виновата, да, или, ты должна меняться, вот, это ведь в какой-то степени и есть взятие ответственности за вас, на мой взгляд. То есть, это вот такое вот специфическое распоряжение ответственность за вас и такое специфическое распоряжение вами, по большому счету. Да, конечно, 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 вам это может не нравиться, вам это не должно нравиться, но, тем не менее, это именно вот то, о чем вы говорите. Ну, только, да, вас это не устраивает, естественно, вам это не нравится, потому что, ну, очевидно, что вам бы, вам бы, хотелось бы, да, чего-то другого вам бы хотелось, как-то по-другому, это понятно, вот, но, тем не менее. Дальше, значит, ему проще сказать, что виноват, я должна меняться на него, ну, вас это не устраивает, очевидно, да, и, соответственно, что, ну, вы уходите. Другое дело, почему он стал так говорить, сразу ли он стал так говорить, или время какое-то прошло, прежде чем он начал так говорить. Вот, вот, не совсем понятно. Он вселил мне веру в то, что я виноват во всем, что я плохой человек, и проблема только из-за меня. Ну, опять же, с точки зрения, вот, гестарта психологии, я не думаю, что это он вселил, как вы говорите, вам вот эту веру. Я думаю, что, скорее всего, скорее всего, вы сами, как-то всегда, ну, вот, знаете как, подозревали. Сами подозревали, значит, себя, да, сами себя, получается, подозревали в том, что вы виноваты, ну, вы виноваты, вот. Я думаю, я думаю, так, к сожалению, ситуация обстоит, вот. А мужчина просто, что он делал, он просто, что называется, подкрепил ваши какие-то вот, ну, опасения, что ли, да, подкрепил, подкрепил. Ну, вот, и, но изначально, изначально, это было все-таки, наверное, вашими догадками, что вы во всем виноваты. Когда человек думает, что он во всем виноват, это, конечно, про подавленную злость и агрессию, вот. Это про внутренний конфликт, ну, например, касающийся самоотвержения, да, вот, если человек себя, себя самоотвергает, то это вот, про это, про это. То есть, вам здесь, на мой взгляд, нужно посмотреть не на то, что он усилил вас в веру, а посмотреть на то, что вы сделали сами, для того, чтобы эта вера, ну, что называется, стала реальностью, да. Вот, то есть, что вы сделали сами, вот, что вы сами сделали, для того, чтобы стало, как бы, ну, реальным, да, для вас. Ему поверить, давайте я бы, ну, давайте я так, так вот это сформулирую. Потому что, ну, мы можем, конечно, да, сколько угодно обвинять, ну, человека, да, в чем-то, вот. Но, я надеюсь, вы понимаете, что никакого результата от этого, да, никакого эффекта от этого не будет. Потому что, вы все равно остаетесь в этом смысле, сами с собой, да, вы все равно остаетесь в этом смысле, ну, как бы, вот, наедине, наверное, даже, в какой-то степени с собой. И ваша задача, как мне кажется, все-таки заключается в том, чтобы, ну, вот, чтобы себе обеспечить какой-то комфорт, да, может быть, даже защищенность, вот. То есть, ну, чтобы вы были, чтобы вы были защищены, да, вот, чтобы вы чувствовали себя уверенно и так далее. Вот, а этого пока что, ну, вот, к сожалению, не происходит. Даже если он завуалированно меня оскорбляет, я себе придумываю и догапываюсь, но я всегда не права. А вы думаете, что догапываться для человека это хорошо? Ну, то есть, это, вот, такой способ обратиться с, да, вашими чувствами, да, вот, неприятными, конечно, но, тем не менее, вы думаете, что это хорошая идея докапываться до человека, вот. Вы говорите о том, что он вас завуалированно оскорбляет, вот. А завуалированное оскорбление, это как, это что, что это такое? То есть, дело в том, что, ну, вот, на мой взгляд, действительно есть проблема, да, то, что он завуалированное оскорбление может и не быть оскорблением, несмотря ни на что. Другое дело, как вы с этим обращаетесь, да? Когда у тебя все хорошо, у нас тоже, если ты хороший, то все у нас хорошо. Да, это немножечко деструктивная история. Согласен. Ну, тут, ну, тут нужно учитывать, на мой взгляд, вот, такую деталь, что очевидно, по крайней мере, для меня это очевидно, я не знаю, как, для вас, вот. А совершенно очевидно, что мужчина всегда такой был, и вы его принимали, что или нет. Дальше. Виноват всегда я, только от меня зависит статус наших отношений и их развития, если я делюсь переживаниями, они неосущественные, человек найдет, как докопаться ко мне. Вы здесь верно пишите, что, значит, от меня зависит статус отношений, это не совсем корректно, как и их развитие тоже. Но, в свою очередь, я должен здесь, наверное, сделать небольшой такой акцент, и небольшой акцент я должен сделать здесь на том, как мне кажется, что для вас, как будто бы, важны вот эти вот сами отношения, да, то есть для вас важен какой-то, ну, какой-то статус отношений, да. Для вас как будто бы важен, важно развитие отношений. Естественно, я не знаю, как оно на самом деле обстоит, но хочется спросить вас, а вот личность вашего мужчины вам интересна. Его перемены в отношении ко мне меняются каждые полгода. То он нежнеласковый и готовый нам все ради менять, то он до меня докапывается и говорит, что я плохая и все порчу. К слову, если происходит какой-то негативный момент, он в прямом смысле разворачивается и уходит, говорит, что не хочет жить в негативе и принимает исключительно позитив, который создавать должна только я. Я. Ну, что ж. Видите ли, вы описываете ситуацию, вы описываете ситуацию, конечно же, знаете как, непростую, да, вы описываете ситуацию довольно-таки, ну, я бы сказал, я бы сказал, вы описываете ситуацию специфическую, да, вот. И на мой взгляд, на мой взгляд, важный момент в этой ситуации заключается в том, вот, каким образом вы на это соглашаетесь. Ну, то есть, сейчас вы просто, вот, как бы, как бы, жалуетесь, сейчас вы просто жалуетесь на своего мужчину, вот, и все. Вы говорите, ну, он, он вот такой, он вот, вот такой, он вот делает вот так, он делает вот так, вот. И я, конечно, я, конечно, понимаю вас в этом смысле, я понимаю, что, что вам, ну, неприятно, я понимаю, что вам тяжело. Но, для чего вы были в этих отношениях, тогда, если все так плохо, может быть, вам нравится то, что в определенные моменты мужчина готов на все ради вас. Вот, может быть, вам это нравится? Давайте попробуем, попробуем, посмотреть. Дальше. Дальше. И эгоизм. И эгоизм. И эгоизм. И что есть эгоизм. Эгоизм это больше продукта. Человек, как бы, ээээ, к себе относится с заботой и ставит себя выше, выше, выше других. Это нормально, на мой, на мой взгляд. Ээээ, пофигизм, по отношению к вашим переживаниям, да, неприятно, но нужно видеть его причины. То, что у него нет однозначного мнения, которое меняет зависимость от ситуации, опять же, может быть связано с тем, что человек, ну, не хочет ошибаться, хочет учитывать ситуацию. Здесь вы демонстрируете, как будто бы неуверенность в себе и низкий уровень доверия к себе. Это можно корректировать, кстати. Он долго наблюдается у врачей, и диагноз однозначно не ставит. Я всегда поддерживала его, и для меня эти диагнозы не были приговором. Опрос в том, для чего вы его поддерживали, из какого чувства. Его поведение связано с расстройством миллионов, ко всему этому просто настоящий абьюзер, стеляющий мне веру в то, что я никчемно. Веру в то, что вы никчемно воспитываете в себе только вы и другой человек. Может только подкреплять это, отзеркаливать вам то, что вы сами о себе думаете. А по поводу того, является ли его поведение, лучше, наверное, спросить у врачей. Правильно ли я поступила, что бросила? Может, могла что-то исправить и играть по его правилам? А вам хотелось? Ну, то есть, можно играть и играть по его правилам. Вам это нравится? Последний вопрос опять-таки связан с тем, что мою саму оценку подавили и я поверил, что я плоха. Нет, вы сами, вы сами свою оценку подавили. Скорее всего, она у вас всегда была достаточно низкой. Вы здесь вот перекладываете ответственность за свои ощущения на другого. Это деструктивный путь, потому что из такой позиции вытекает то, что другой человек, другой мужчина может просто вознести вашу самооценку очень высоко. Да, тем, что вы будете говорить, что вы самая лучшая, там, все, все, вот. И опять-таки получит над вами полный власть. Мне хочется обратить ваше внимание на то, что вы не устойчивы восприятия себя сами, а ответственность за это перекладываете на другого человека. Да, безусловно, есть вещи, которые вам не нравятся в отношении к ним. Это нормально. Мириться с этим не нужно. Но, понимаете, вы спрашиваете, правильно ли я поступил, что бросил, может быть, стоило бы исправиться и играть по его правилам. И тут же пишите, вопрос связан с тем, что мою самооценку подавили. Так, если вы понимаете, что ваша самооценка, ну, низкая, и ваш вопрос, как бы запад, из, например, страха остаться одной, то разве это не означает, что в данном случае речь идет не про то, чтобы быть с кем-то, а про то, чтобы решать какую-то свою проблему, какие-то свои потребности реализовывать, удовлетворять. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.